В эфире новости 45. Здравствуйте! О главных событиях в регионе расскажут мои коллеги и я, Оксана Савакова. Сегодня в выпуске. С Натальей мы знакомы два года. У нас наши дети, одноклассники. Трагедия потрясла Курган. Оперативники ищут убийц, предпринимательницы и ее ребенка. Проспект машиностроителей, перекресток Некрасово, пешеходный переход. Буквально недавно там было ДТП с тяжкими последствиями. В безопасности пешеходов особое внимание. В управление ГИБДД подвели итоги работы за год. Нам пообещали, что автобус будет ходить, только цена билета увеличится. Без права выезда старики поселка Березовский вынуждены покупать продукты в автомагазине. Слово журналистское по-прежнему ценится и по-прежнему люди уповают на него. По-прежнему люди хотят, чтобы журналисты, ну не то чтобы решали их проблемы, но как-то хотя бы выслушали. Праздник типографии и электронных СМИ в правительстве поздравили журналистов с Днем Печати. В Кургане совершено жестокое преступление. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства курганской предпринимательницы Натальи Аминовой и ее малолетней дочери. Подробности этой трагедии попытался узнать Константин Пчаков. Тела женщины и ребенка были обнаружены с признаками насильственной смерти вечером 18 января в собственном доме в микрорайоне Рябково. Никаких других подробностей правоохранительные органы не сообщают, ссылаясь на проведение следственных действий. По данному факту, следственным отделом по городу Кургану, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации убийства двух лиц. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к нему. Жители соседних домов о совершенном преступлении ничего не знают. Говорят, потерпевших они видели мало. Изредка возле коттеджа стояли припаркованные автомобили. Сужой туда не зайдет, мне кажется. А про них нет никак. Так вот я не знаю. Родственники, друзья и знакомые погибших до сих пор не могут поверить в произошедшее. У многих возникает вопрос, за что? С Натальей мы знакомы два года. У нас наши дети, одноклассники. И, конечно, нет никаких слов. Прекрасный человек, красавица, умница. Безумно роскошная, хорошая девочка у нее. По неофициальной информации, жертвой преступников стал еще и работник предпринимательницы. Он находился в коттедже в тот вечер. Сейчас мужчина в реанимации. Напомним, это уже второе убийство бизнесменов. В начале января в подвале заброшенного гаража нашли тело Александра Дружкова. 30-летний предприниматель пропал 6 декабря прошлого года. Константин Пчаков, Александр Киселев, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион-45». Осторожно, фальшивка. Высококачественные подделки, купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей наводнили за Уралия. Как отличить ненастоящие деньги, расскажет Юрий Пестерев. 500, 1000, 5000 рублей и 100-долларовые банкноты. Именно эти поддельные купюры чаще всего изымают из оборота сотрудники полиции. По словам оперативников, фальшивки сбываются в крупных продуктовых и строительных магазинах, где большой поток покупателей. Отличить подделку несложно. К примеру, тысячную купюру от настоящей отличает множество легко заметных признаков. В настоящей купюре, при наклоне купюры относительно друг друга, герб меняет свой цвет с бордового на золотистый и зеленый. В фальшивой же купюре он цвет не меняет. Также, когда будете рассматривать герб, обратите внимание на радужные полосы. То есть присутствуют они, либо не присутствуют. Стоит обратить внимание и на водяные знаки. У подделки они, как правило, видны всегда, а не только на просвет. Главное же отличие фальшивки – серийный номер купюры. У ненастоящих денег он имеет неравномерную точечную структуру. Билеты Банка России пронумерованы ровным шрифтом. Полицейские периодически проводят учебные вбросы фальшивых купюр в торговые точки. Если продавец принимает подделку, ему объясняют ситуацию и рассказывают про отличительные признаки. Кстати, ультрафиолетовые детекторы, которые стоят в некоторых магазинах, легко пропускают фальшивку. Преступники научились имитировать свечение микроволокон. Помочь продавцам может только инфракрасный детектор. Рядовые граждане могут получить эти купюры точно так же, как работники торговой сферы. То есть мы все общаемся с денежной ленчностью, никто из нас не застрахован от того, чтобы к нему тем или иным путем не попала подделка. Мы все получаем сдачу в тех же самых магазинах, получаем заработную плату на работе. И поэтому рядовые граждане также не застрахованы от этого. И ввиду этого есть тоже просьба к жителям города и области о том, чтобы они соблюдали бдительность при пересчете денег, при получении денег в торговых точках. Чтобы задержать фальшивомонетчика, полицейские советуют продавцам остановить его под благовидным предлогом и сразу же вызвать охрану или наряд полиции. А также постараться запомнить приметы преступника. Юрий Пестерев, Денис Мазин, Светлана Брагина, телекомпания «Регион-45». Число дорожных аварий в нашем регионе в целом снижается, а вот количество наездов на пешеходов растет. Начальник управления ГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы ведомства за прошедший год. В 2011 году в Заурале зарегистрировано 1378 аварий. 216 человек погибли и более 1700 получили ранения. Последнее новшество – центр автоматической фиксации административных правонарушений. Прибор регистрирует нарушения водителям правил дорожного движения, заносит данные автомобиля в специализированную базу, после чего автовладельцу приходит постановление с требованием уплаты штрафа. Автоматическая фиксация позволяет миновать человеческий фактор на дорогах и облегчает работу сотрудников ДПС. За пять месяцев приборы зафиксировали 8 тысяч нарушений. В результате проводимой работы количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пьяных водителей, сократилось на 3,2%. Число ДТП по вине водителей, не имеющих права управления, на 31%. Количество погибших снизилось на 13,9%. Это важный показатель, большое снижение в абсолютных цифрах, это можно сказать, 35 сохраненных человеческих жизней. Самым распространенным видом ДТП в Зауралии по-прежнему остается наезд на пешеходов, причем количество таких аварий возросло почти на 2%. В связи с этим госавтоинспекцией было оборудовано 19 новых пешеходных переходов, в том числе 7 регулируемых. Кроме того, ГИБДД установило более 200 знаков пешеходного перехода на курганских дорогах. По словам Михаила Чебыкина, в Кургане необходимы надземные или подземные переходы, однако речи об их строительстве пока не идет. Причина – нехватка бюджетных средств. Проспект машиностроителей, перекресток Некрасово, пешеходный переход. Буквально недавно там было ДТП с тяжкими последствиями, погибли два пешехода. Конечно, если бы там был подземный пешеходный переход, как это у нас оборудовано в районе Курганского машиностроительного завода, данной трагедии бы не произошло. Решается вопрос с переносом пешеходного перехода по улице Зорги в районе автобусного вокзала. Планируется, что его установят ближе к железнодорожному за автостоянкой. Михаил Чебыкин затронул также вопросы нового порядка техосмотра и закона о такси. По словам начальника ГИБДД, пока госавтоинспекторы никого не штрафуют, поскольку изменения в кодексы еще не внесены. Юлия Васильева, Александр Менщиков, Сергей Обалмасов. Телекомпания «Регион-45». Итоги 2011 года подвели в Главное управление МЧС России по Курганской области. Пожаров стало меньше, новогодние праздники прошли без проблем. Цифры подсчитала наша съемочная группа. За 2011 год по Курганской области зарегистрировано почти полторы тысячи пожаров. Погибло 138 человек. По сравнению с 2010 годом цифры снизились на 7%. Пожарные спасли из огня материальных ценностей более чем на 200 миллионов рублей. Как обычно, лидирует по количеству пожаров жилой сектор. Основная причина – неосторожное обращение с огнем. Одновременный рост количества пожаров и погибших людей при пожарах у нас зарегистрировано только в одном районе Курганской области. Это Альменинский район. Глава Сулейманов Дамир Ярулович. В 2011 году произошло 14 пожаров, при которых погибло 2 человека. Сравнивая с 2010 годом, у нас там не было зарегистрировано гибели людей. В период проведения новогодних и рождественских праздников 2012 года по области произошло 34 пожара. Погибло 5 человек. Основная причина – нарушение правил эксплуатации печей. Эти данные значительно ниже прошлогодних, отметил начальник управления надзорной деятельности Алексей Кобзев. Данные позитивные показатели говорят о своевременной, комплексной и правильно организованной работе, о работе всех структурных, заинтересованных подразделений, включая непосредственную работу главного управления МЧС России по Курганской области. Прежде всего, к этому необходимо отнести профилактическую работу в индивидуальном жилом секторе. Специалисты МЧС заранее проверили все магазины с пиротехникой. В местах запуска фейерверков было организовано дежурство пожарной техники. За праздники ни одного ЧП зарегистрировано не было. Юрий Пестерев, Денис Мазин, Светлана Брагина, телекомпания «Регион 45». 290 лет. Юбилей ведомства празднуют работники прокуратуры. На торжественной церемонии во Дворце культуры машиностроителей побывала Юлия Васильева. Ведомство, созданное указом Петра, выполняет возложенные на него функции и по сей день. Первое упоминание о прокуратуре в Кургане относится к концу 19 века. Современная прокуратура области – это около 370 сотрудников и 27 ведомств по всему региону. Основной критерий прокурорской деятельности – доверие гражданам. Люди перестали в нас видеть только карательный орган. Чаще всего обращаются к нам за защитой и получают деньги. Только в 2011 году в суде общей инвестиции направлены свыше 9 тысяч. Исказывают заявление на сумму более всего 15 миллионов рублей. По рассмотренным делам свыше 70 миллионов рублей взысканы. Почетных государственных обвинителей за Уралией и ветеранов труда поздравили коллеги, представители правительства области и Курганской областной думы. Приказом генерального прокурора страны 40 работников Курганской прокуратуры были награждены нагрудными знаками и грамотами за добросовестный труд. Нужно бесконечно любить ее. Только тогда от работы в прокуратуре будет радость и будет удовольствие. Работа в прокуратуре – это вся создательная жизнь. По окончанию пятого курса университета я поступил на службу в органы прокуратуры простым следователем. Последующим перемещался с должности на другие более ответственные направления. Вот в настоящее время занимает должность начальника отдела. Сотрудники ведомства также подвели итоги работы за 2011 год. В целом было рассмотрено свыше 14 тысяч обращений. В прошлом году по требованию гособвинителей были погашены задолженности по зарплатам на сумму около 33 миллионов рублей. Кроме того, благодаря контрольно-надзорным мероприятиям в бюджеты всех уровней удалось вернуть 15 миллионов рублей. Юлия Васильева, Александр Менщиков, Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион-45». Следственный комитет Российской Федерации отметил первую годовщину своего существования. Независимый следственный орган появился 15 января прошлого года. В Кургане первую дату отметили в торжественной обстановке в областной филармонии. Руководитель ведомства Денис Чернятьев рассказал, реформа следственного управления продолжается. С 2012 года следователи будут работать по раскрытию преступлений в отношении детей. В прошлом году было возбуждено 55 таких дел. Это убийства и преступления на сексуальной почве. Уже в этом году нам переданы впоследствии все уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних наших граждан. Это тоже очень серьезный и ответственный участок работы. Мы предприняли определенные меры, подготовились к этому. И в принципе сейчас уже приняли несколько дел, которые возбуждены по этим категориям. Мы успешно их раскрыли и продолжаем расследовать. Кроме того, по решению президента комитету выделены дополнительные штатные единицы. В Заурале добавится 10 следователей. Эти специалисты будут работать с новыми составами преступлений. Всего в Курганской области 10 межрайонных следственных отделов. В ведомстве трудятся 130 оперативных сотрудников, из них 15 – женщины. Свой коллектив руководитель назвал одним из сильнейших в Уральском федеральном округе. Замечательный коллектив, коллектив настоящих профессионалов, с которыми очень приятно работать. Понимаем друг друга с полуслова. Существуют, конечно, у нас еще определенные проблемы. Мы их знаем и знаем, как их решать. Я полагаю, что мы со всем этим справимся. И уверен, что следственный комитет дальше будет стоять на страже интересов закона и на страже интересов прав наших граждан. Сегодня вечером в Заурале прибудет Леонид Рошаль. Детский врач планирует провести 21 января встречи с трудовыми коллективами. Как отметили в общественной приемной Владимира Путина, Леонид Рошаль поддерживает кандидатуру премьер-министра страны на выборах президента. Врач входит в национальный предвыборный штаб. Известный хирург побывает в центре Елизарова и встретится с работниками сферы образования. Также планируется, что Леонид Рошаль примет участие в заседании избирательного штаба Общероссийского народного фронта. Без права на выезд. Жители Курганской глубинки жалуются на перевозчиков. В деревню Белозерского района перестал ходить единственный автобус. Где люди искали помощи и как сами хотят решить сельскую проблему, узнавал Александр Гришаков. Жители поселка Березовский собрались в библиотеке. Сегодня по расписанию к ним должен приехать автомагазин. Пока это единственный способ пополнить запасы. Больше половины сельчан – пенсионеры. Личных автомобилей у них нет, как и возможности выбраться в райцентр на автобусе. Маршрутный транспорт раньше ходил раз в неделю. Затем перевозчик и вовсе отказался заезжать в деревню. Невыгодно. Нам пообещали, что автобус будет ходить, только цена билета увеличится. Мы на это согласны. И месяц, значит, проходил автобус еще после того. Это было в феврале, а в марте. А потом нам объявляют, что все это было временное явление. За помощью сельчане обращались к районным властям. Просили хоть раз в неделю присылать газель. Однако автобуса по-прежнему нет. Добираются до соседнего Борового на школьном автобусе. Дальше – на Рейсовом. Иван Иванович-то был. Так он сказал, что ваш поселок у нас как кость в горле стоит. Вот так. А этот опять сказал, что сгорел бы он ваш поселок, так и ничего. Поселок находится на границе Белозерского и Варгашинского районов. Сельчане от безвыходной ситуации хотят обратиться уже к варгашинским перевозчикам. Может, они решат проблему долгождущих пассажиров. Александр Грешаков, Денис Мазин, Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион-45». Активный отдых, здоровые дети. Такая выставка проходила в областном культурно-выставочном центре 19 и 20 января. Она была призвана обобщить опыт качественной организации отдыха и оздоровления, творческого досуга и занятости детей и подростков за Уралия. Слон из папье-маше, керамические игрушки, презентационные ролики. Свои работы представили 25 учреждений детского оздоровительного отдыха, общественной организации. Среди них и выставка поделок воспитанников лагеря имени Павлика Морозова. По словам начальника Курганского центра оздоровления Сергея Плешко, рукодельничают не только девочки. Сильный пол тоже трудится усердно под руководством наставников. Рисунки выполняет один педагог доп. образования, в том числе вот на обыкновенной мутылке. Второй педагог доп. образования, вот это все, работа с деревом, так, и третий, вот, работа с вышивкой и соленым тестом. Все это делается за смену. Смена, каждая смена имеет свои работы. Узнать, как зауральские дети провели лето, смогли посетители выставки, школьники и студенты. По мнению организаторов, мероприятие принесет пользу и детям, и родителям, которые смогли оценить работу лагерей и понять, куда они ежегодно отправляют детей отдыхать. В наших с вами учреждениях загородных не хуже отдохнет ребенок, чем он выйдет в соседний регион. А самое главное, чтобы то, что мы делаем сегодня для детей, оно стало для них нашим вкладом в их будущее и для них дало какую-то путевку в дальнейшую жизнь и дальнейшее развитие их. В поездах скоро появится доступ к Wi-Fi. В России успешно завершился эксперимент по внедрению на железных дорогах интернета и телевидения. Он проходил в конце прошлого года на участках Москва-Адлер, Москва-Екатеринбург, Москва-Мурманск и Москва-Климов. В поездах этих направлений были подключены услуги доступа к сети интернет, телевидению и сотовой связи. Техническое решение представляет собой комплекс спутниковой и 3G сотовой связи. Во время пропадания сигнала спутника комплекс переключался на связь 3G и наоборот. Старт проекта запланирован в конце 2012 года. В свою очередь в Зауралье было принято соглашение между правительством области и железной дорогой. Документ должен обеспечить устойчивую и безопасную работу поездов и тем самым улучшить транспортное обслуживание экономического сектора и населения Курганской области. Отметим, что в рамках предыдущего договора железной дорогой на реконструкцию сети было инвестировано более 3,5 миллиардов рублей. Торжество Акул-Пера в областном правительстве поздравили работников средств массовой информации, издательств и типографий, а также ветеранов журналистики с профессиональным праздником – Днем Российской Печати. Сегодня знакомят с последними новостями и рассказывают об интересных журналистских находках порядка тысячи зауральцев. В воле судьбы они связали свою жизнь с одной из старейших профессий. Российская печать берет корни с начала 17 века. Слово журналистское по-прежнему ценится и по-прежнему люди уповают на него. По-прежнему люди хотят, чтобы журналисты, ну не то чтобы решали их проблемы, но как-то хотя бы выслушали. Это очень важно, это очень большая ответственность, социальная ответственность, профессиональная ответственность. Это действительно высокое звание. Это именно вы, дорогие друзья, поднимаете актуальные темы и проблемы, в том числе информируете зауральцев о реализующихся в области проектов, программах и в том числе и социальной политики. Мы заинтересованы в совместной информационной работе, чтобы наши граждане знали, что власть занимается решением их насущных проблем. Юрий Михайлович ветеран российской печати. В Катайской районке он проработал 16 лет. До этого 20 с небольшим был внештатником, приносил свои фото с пейзажами. Те годы Юрий Шахмантов вспоминает со слезами на глазах. Вот человека что ли зависит, понять его и написать о нем. Работникам СМИ члены областного правительства выразили благодарность за профессионализм, пожелали крепкого здоровья, творческого подъема и новых профессиональных достижений. Им вручили дипломы и благодарственные письма. Константин Пчаков, Денис Мазин, Светлана Брагина, телекомпания «Регион-45». Курганские рокеры подписали контракт с зарубежным лейблом. Группа «Гросс Гроланд» существует уже 15 лет. Скоро состоится презентация их лицензионного диска. Подробности узнавала Марина Белкина. За 15 лет музыканты выпустили первый альбом. Но он хоть и дебютный, а продаваться будет сразу по всему миру. Первый ваня узнал. Когда он мне позвонил, сказал, что у нами заинтересовались, я чуть телефон не выронил из рук. Потом у меня улыбка не сходила полчаса. Работали долго и кропотливо. В течение года музыканты писали инструментальные и вокальные партии в Кургане и отправляли их в Москву. Где их уже сводил на студии Вадим Пашутин, экс-участник группы. Несколько лет назад он переехал в столицу и теперь выступает в роли продюсера и звукорежиссера группы «Гросс Гроланд». Когда альбом был готов, Вадиму удалось заключить контракт с украинским лейблом «Metal Scrap Records». Их диски продают во многих крупнейших магазинах и сетях мира. Мне кажется, это круто, что когда-нибудь какой-нибудь японец послушает, говорит, мы играем на гитарах и барабанах. Мне это нравится. Альбом получился мощный и напористый, но без помощи Вадима Пашутина удалось найти собственный саунд по качеству, соответствующий не только российскому, но и мировому уровню. Сыгран, сыгран, записан на хорошем, да, высоком уровне. Ничем не уступающим другим современным группам, отечественным тем более. А многим даже с точкой вперед. Официальный релиз диска «What doesn't kill me makes a big mistake» состоялся 19 января. Презентация в Кургане назначена на 4 февраля и пройдет в клубе «Декс». На одной сцене соберутся «Стайр», «Синтетик Вижн» и команда из Омска, группа «Таранпула». Ну и, конечно, виновники торжества «Гросс Гролан». Марина Белкина, Александр Менщиков, Светлана Брагина, телекомпания «Регион-45». Последние часы, чтобы зарегистрироваться, и еще три дня, чтобы выбрать претендентов на свое сердце. Проект «Сети Амура» в самом разгаре, и организаторы готовы подвести им первые итоги. Подробности о ходе проекта в сюжете Юлии Кобылиной. «Купидон» работает по плану. Поторопитесь. Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте «Факанру» в разделе шоу «Сети Амура», осталось чуть больше суток. 20 января. Ровно в 12 часов ночи мы перестанем принимать ваши заявки на участие. А бороться за главный приз, между тем, действительно стоит. Ваша вторая половинка не спешит находиться. Имеющийся романтический партнер не оправдывает надежд, или вы просто хотите эффектно появиться на телекране. Мы обязательно поможем. Это очень позитивный проект, и это уже заметно потому, какой он имеет популярность. Каждый день к нам присоединяются все новые и новые участники. Мы даже сами не рассчитывали на то, что после январских праздников будет такой интерес, и подключаются все новые и новые спонсоры, и проект становится все более широким каждый день. И вообще, когда как не зимой в суровые крещенские морозы, так по-особенному хочется тепла. Этим проектом наша телекомпания и сайт «Курганру» надеются отогреть весь город. Проект стартовал совсем недавно, а жажда участников побеждать уже не знает границы. На днях зарегистрировался на сайте «Курганру» в проекте «Сети Амура». Считай у меня большие шансы на победу, но, видимо, кто-то посчитал так же, потому что сегодня зашел утром на сайт, и свои анкеты я там не увидел. Ну, скорее всего, это проделки конкурентов и завистников. Но имейте в виду, я восстановил свою анкету. Девушки, кстати, обратите на это тоже внимание. И действительно, анкеты сами собой не пропадают. Виновный найден и на первый раз прощен. У Яна Чепала, коммерческий директор сайта «Курганру», объясняет этот инцидент очень просто. Ну, безусловно, приятно, что наш проект вызвал такой общественный резонанс, такое количество участников и такой интерес с их стороны. Но, с другой стороны, по-другому и быть не могло, потому что мы дарим шикарный приз. Это романтическое путешествие в жаркую страну. То есть двое финалистов, пара-победительница отправятся отдыхать на море в экзотическую страну, где уже, естественно, смогут закрепить свои чувства. 20 января половинки начнут соединяться. Всем, кто успел зарегистрироваться в разделе шоу, мы предлагаем выбрать одного или сразу нескольких симпатичных вам участников противоположного пола. Нажмите кнопку «Я выбираю» и, возможно, именно вы отправитесь на свидание. Внимание, дорогие участники, время на выбор ограничено. У вас будет ровно три дня, чтобы определиться. Юлия Кобылина, Александр Киселев, телекомпания «Регион-45». Таковы главные новости. Я благодарю вас за внимание. Приятных вам выходных. Мягкая корпусная мебель эконом-класса. Качественно, стильно и без лишних затрат. Мебельная галерея. Улица Некрасова, 15А. Строение 1. Качество? Во! Все матчи смотрю. А жена кино. Бери пример Семёныча. Подключай «Триколор». Все основные российские каналы без абонентской платы. Просто звони ближайшему установщику антенн. «Триколор». Посигналь своим объявлением. Найди свою активную точку. В кого попадут стрелы Амура? Выбери претенденток на своё сердце на сайте Курган.ру. Выиграй жаркое романтическое путешествие. Сети Амура. Любовь с первого клика. Романтическое путешествие предоставлено туристическим агентством «Экватор». В новый офис заезжает фирма «Люксмонтаж». Услуг спектр расширяет, работяга наш. Раньше просто окна ставил людям без забот. А теперь секрет освоил отделочных работ. Делает евроремонт фирма «Люксмонтаж». Приходите, уведитесь в новый офис наш. Фирма «Люксмонтаж». Приходите обязательно в новый офис наш. Фирма «Аквилон» переводит стрелки на праздничное время. И это значит прекрасные очки с новогодними скидками. Бесплатная проверка зрения и немало других сюрпризов. «Аквилон». Смотри на мир празднично. Весь комплекс юридических услуг в сфере недвижимости. Продажа, обмен, подбор жилья, аренда жилой недвижимости. Сопровождение сделок на госрегистрацию. Работаем со всеми видами жилищных сертификатов. БК «Недвижимость». Правила безупречной сделки. Лови момент в обувных магазинах нашего города. Только с 13 до 31 января. Купи любую пару. Вторая в подарок. Плюс еще ценный презент. Планета обуви. Монро, Баден, Эвита, Рикер, Зенден, Обувьцентр. Здравствуйте. С прогнозом погоды на завтра вас знакомит Елизавета Лисогурская. Наш спонсор – компания «БК «Недвижимость». Уважаемые жители Заозерного. Специально для вас профессиональные услуги по продаже, покупке и обмену жилой недвижимости. Ждем вас по адресу 3-й микрорайон, 34, телефон 600-500. Предлагаем уникальное предложение по обуви в Кургане. При покупке одной пары, вторая пара в подарок. Плюс ценный презент в магазинах Рикер, Баден, Зенден и Монро. А теперь о погоде. Завтра в центре европейской территории России появится 4-й облачный циклон. Но к Уралу эти тучи вихря не пропустят азиатский антициклон. Так что в регионе вероятность осадков невелика, а температурный режим умеренно холодный. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени без осадков. Температура днем – 15, минус 17. В Екатеринбурге до 12 и ниже 0. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный – 1,6 м в секунду. Температура воздуха – минус 24, минус 26. Днем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный – 2,7 м в секунду. Температура воздуха – минус 17, минус 19. Атмосферное давление существенно меняться не будет. 21 января солнечные активности, геомагнитное поле спокойные. Я обращаюсь с вами. Всего доброго. Ветер юго-восточный – 2,7 м в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова